В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте! В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Со своими лопатами, шпателями и шуруповертами. Подсловно помогать. Где-то что-то принести, где-то там убрать. Как владельцы квартиры в Салават-Купере решили помочь строителям, увидел Салават Мухмадуля. Рекорд посещаемости и самые острые вопросы. Предложение дорогу не строить. Я думаю, поддерживать жителей, ну только больших луков, но и Азербайджан. Чем обсуждение генплана закончилось в советском районе и как проектированию мешают соцсети Лина Зинатулина. Новоселы на Черном озере. Ура! Очень трогательно, прям слезы на глаза наворачиваются. Со сказочными птицами вместе с казанцами познакомилась Алина Мышля. Голокольный звон и традиции Святой Руси. Для чего в Татарста приехали лучшие звонари России и зарубежья, узнал Сергей Хайдаров. Строим свой дом сами. Новый формат субботника придумали будущие жители Салават Купере. Сегодня они пришли сюда, чтобы помочь строителям. Напомним, в микрорайоне сейчас готовится к сдаче сразу несколько домов. Некоторые из них должны заселиться до дня республики. О креативном подходе Салават Мухаммадуля. А еще в багажнике нашелся шуруповерт. Семья Садкиных на стройку приехала в полном составе. Помочь решила даже поутрагодовалая Аня с лопаткой в руках. Дом построили на даче и так по работе работаем, так что не переживайте. Опыт есть. Опыт есть. А у вас? Ну, помогаю. Рядом с молодой семьей строителей Лидия Юсупова с собой принесла набор инструментов и материалов для строительства. Кто с лопатами, кто с шпателями, строительные одежды, каски, платки. Можете назвать это и благотворительностью. В стороне не остаются и дети. В ход пошли игрушки. Самоасвал только успевал разгружаться. Всего к акции присоединились около ста человек. По идее, я прекрасно понимаю, что у нас строительный объект, что высокие сложности туда не пустят, потому что высокий, как сказать, риск опасности. Но так или иначе, будущие жители Словат Купыря сегодня придумали новый формат субботника. Готовы прийти помочь они и в следующие выходные. Словат Мухмадулин, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. Рекорд по количеству участников, самые острые вопросы и новая редакция генплана как результат. Общественные слушания по новому генеральному плану Казани прошли в советском районе. Здесь больше всего жителей, у которых много вопросов к документу. Построят ли в Казани новые ветки метро, проложат ли дорогу через большие клыки и снесут ли сотню домов в Вишневке? Лина Зинатулина. Сначала слушаем, зарегистрировано 560 человек. 560 участников, 109 записавшихся выступать. Это, пожалуй, рекорд среди площадок обсуждения. Чтобы задать волнующие вопросы, жители советского района буквально выстроились в очередь. Проект генерального плана в трех видах я сама лично видела. Это в торговых центрах один вариант, вот здесь я его видела, знакомилась. И также в соцсетях различные планы. Скажите, пожалуйста, будет ли дорога в Больших Клыках через зеленую поляну, рыбная, с выходом на магистральную? Оказалось, эти улицы для строительства дороги даже не рассматривали. Пользуясь случаем, разработчики обратились ко всем канзанцам. Генплан все время дорабатывается и будет доработан после нашего с вами разговора. Вы видите, четвертый вариант генерального плана, там или очередной. Пожалуйста, только не смотрите в соцсетях. Я что только не вижу в соцсетях, и к нам приходят люди, которые неизвестно откуда какие-то взяли документы. Красные линии через общественные слушания – тема этих самых красных линий. В поселке Вишневка, например, они прошли через 120 домов, жители которых боятся сноса своего жилья. Я получил бумагу из проектного института о том, что я вхожу в красные линии. Я живу в цементе сейчас, я не могу отделать. Я на сколько лет повесился сейчас на эти красные линии? Красные линии, наверняка их устанавливали с некоторым запасом. Это всегда делается таким образом. А что нужно сделать сейчас? Нужно сделать новый проект планировки вашей улицы. И сократите красные линии с тем, чтобы вы жили спокойно. Это можно сделать, это реально. Обилие новых автомобильных дорог вызвало и другой вопрос. Почему бы не развивать метрополитен в сторону квартала или Азина? Если бы было какое-то замкнутое кольцо, или отведены еще дополнительные ветки, оно бы тебя не просто оправдало, оно было бы выгодно для города. Мы со слезами на глазах сделали рекомендацию, что не строить метро в ближайшие десяток лет. Тратить деньги в основном на наземный транспорт, скоростной трамвай. Но в генплан весь метрополитен заложен, будут деньги, он будет строиться, я вас уверяю. Собрания продолжают идти дважды в день в разных районах города, а план с учетом этих обсуждений постоянно перерабатывают. Зарегистрироваться и высказать свои предложения может каждый казанец. Слушания идут до 6 июня. Лина Зинатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Хотели как лучше, но решили вернуться к тому, что было на Кубке Конфедерации. Казанские власти рассказали, как в итоге во время чемпионата мира по футболу будут перекрываться дороги. Во время Мундиали город будет жить по особым транспортным правилам. Как болельщики смогут добраться до стадиона и какие ограничения вводятся для въезжающих в Казань автобусов и большегрузов, узнал Дмитрий Аринин. Мы ничего нового не вводим, мы возвращаемся в схеме Кубка Конфедерации. Тестовый матч на Казань Арини показал, что экспериментировать с перекрытием дорог возле стадиона больше не стоит. Лучшее, что можно было сделать, было придумано на Кубке Конфедераций. Никаких пропусков в дни проведения чемпионата мира не будет. Соответственно, жители через вот тот заезд, если мы говорим о 69-м квартале, я имею в виду поворот Самирхана на Чистопольскую, а у других жителей в принципе не было проблем, они через внутриквартальные проезды имеют возможность ко всем своим домам подъехать. Ограничений не будет. В дни футбольных матчей за несколько часов до и после игр ограничат движение на ряде улиц, примыкающих к стадиону. То есть будет действовать последняя пешая миля. Болельщикам советуют воспользоваться общественным транспортом. Он будет и бесплатным. Это автобусы-шаттлы с символикой чемпионата. Личный же транспорт можно будет оставить на парковках, что расположены в километре от стадиона. Работа данных маршрутов, проходящих через Казань-арену, будет осуществляться с продлением режима работы на три часа после окончания матчей. С 5 июня и на все время Мундиале будет закрыта улица Сибгата-Хакима возле центра семьи Казан. Здесь расположится парк болельщиков. И к этому же дню собираются открыть новый участок улицы Бондаренко. А уже с сегодняшнего дня и по 10 июля в Казани ограничили въезд большегрузов. С 5 часов утра до часа следующего дня, это одного часа, введен запрет движения транспортных средств с разрешенной массой свыше 5 тонн. И транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Нерегулярным автобусным перевозчикам, чтобы попасть в Казань, нужно будет оформить специальную заявку на сайте организаторов чемпионата мира. Все нюансы Мундиальных транспортных изменений можно узнать на портале Казанского исполкома. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Погодные условия играют не на руку агрария. Об этом сообщил глава Минсельхоза Марат Ахметов. На полях сейчас идет период формирования урожая. Из-за сильного ветра дневные работы затрудняются, а ночью слишком низкие температуры. Под ударом сейчас яровые. Завершив посевную, на полях республики работы меньше не становится. Начался не менее ответственный период формирования самого урожая. Мы надеемся и ожидаем, что цены на зерно и технические культуры нынче восстановятся. Зеленый не значит безопасный. Сегодня в Международный день очистки водоемов татарстанские экологи проверили состав воды в Волге. Главное опасение это наличие бактерий, которые провоцируют цветение реки. Если не знать, что именно зацветет, процесс будет сложно остановить. С подробностями Рамиль Шайдулин. Чтобы взять пробы, приходится опускаться на глубину. Так больше шансов получить чистый материал для анализов. В этом экологи полагаются на водолазов. Только они могут достать до самого дна. Здесь, во-первых, присутствует течение. И достаточно большая глубина для реки. Вот сейчас мы погрузились в глубина 17 метров. Экологам нужны именно ил и вода. Они покажут, ждать ли цветение этим летом. И боятся ли в целом за экосистему. А вот так воду подвергают экспресс-тесту. Здесь же на месте ее проверяют на наличие кислорода. Сегодня его должно быть уже не меньше 6 миллигран на литр. Эта угроза для жизни водных обитателей не представляет. Содержание кислорода в норме. Все в пределах допустимых значений. Экологи заверяют, массовое цветение можно предугадать уже после первых проб. Поэтому переносные лаборатории побывают на всех крупных водоемах. Анализ уже провели на Казанке. Сейчас пробы на Волге. Сейчас мы обследуем те места, где у нас так называемые заводи. Результаты, которые отбирали для исследования в лаборатории, они будут готовы в течение недели. Через неделю станет понятно, стоит ли переживать за водоемы. По опыту исследований важно, чтобы в пробах не было много цианотоксинов. Именно они становятся самые благодатные почвы для бактерий. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Орланов с белохвостов окольцевали. Сегодня в Ложско-Камском заповеднике орнитологи надели на лапы птенцов специальные кольца с буквенным и цифровым номером. Это служит своеобразным паспортом для птиц. Именно по такому кольцу можно будет в дальнейшем идентифицировать пернатых. Когда орланы начнут вылетать из гнезда, работники заповедника наденут на них GPS-передатчики и смогут проследить их ореол обитания. В гнезду нужно подняться. Часто гнезда расположены на высоте 30-35 метров на старых соснах. И туда приходится подниматься со специальным снаряжением. Все нужно делать очень быстро, короткие сроки, чтобы достать минимум беспокойства птицам. Черное озеро стало лебединым. В Казанском парке сегодня поселилась пара черных лебедей. Для птиц выбраны сказочные имена Зигфрид и Адили, как герои балета «Лебединое озеро». Ведь семейный гнездышко пернатые будут в специальном домике, который прошел все архитектурные согласования. О том, чем казанцы смогут кормить новоселов и как за ними будут ухаживать Алина Мусина. Терпеливо ждут выхода в свет. В Казань Зигфрид и Адили приехали из Краснодара. Сейчас им около года. Этот далекий путь до новоселья птицы преодолели специально для Казанского парка Черное озеро. А краса имена лебедей тоже выбрана не случайно. Это очень любимый горожанами парк. Мы решили, что такие два питомца будут здесь очень к месту. И следуя аналогии названия парка Черное озеро, мы решили, что это будут черные лебеди. Оглянулись и грациозно опустились в воду под громкие аплодисменты. Новоселье вместе с Адили и Зигфридом сегодня отпраздновали и казанцы. Несмотря на погоду, пришли, посмотрели. Красивые? Очень. Очень понравилось. Мы из Челнов приехали. Они такие нежные. Вы знаете, очень трогательные. Прям слезы на глаза наворачиваются. Для царских птиц королевские условия. Пару лебедей будут регулярно проведывать орнитологи. В вечернее время в парке будет дежурить охрана. Для горожан приготовили памятку с правилами поведения при общении с птицами. Самое главное для жителей города, если они захотят подкармливать птиц, не давать им какие-либо вредные готовые продукты, особенно именно человеческую пищу, готовую еду. В том числе различные хлебобулочные изделия. Кормить можно только растительной пищей. Для тех, кто захочет подкормить птиц во время прогулки, в кофейне при парке можно купить порционные овощи. На зимний период птиц переместят в теплое помещение, а на летний период для Зигфрид и Аделии построили специальный дом. Казанские архитекторы изготовили его в белых тонах, специально для парка Черное озеро. Алина Мусина, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Казанцев ждут в кино. В понедельник в Доколенина начнется кастинг актеров для фильма «Зулиха открывает глаза». Главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Она, кстати, закончила Казанское театральное училище. На этой неделе его выпускники представили дипломную работу по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». И после аншлага в родном городе они уже готовятся к выступлению по России. С будущими звездами театра и кино познакомился Рамиль Шайдолин. Сцену заливает красным. И вот, внимание зрителей приковано к оберону. Эта роль – дипломная работа Руслана Хайруддинова, поэтому злится так по-настоящему играть, как в последний раз. Ну, сложно богов, наверное, играть. Как их играть, тоже никому непонятно. Но как-то очеловечивали, что-то находили. Человеческая игра. Елена. Устами и очами не сравнены. Оценивается все. И игра актеров, и костюмы, и декорации, и детали. Потому что работали это ради общего дела тоже, по сути, все. И актеры, и костюмеры. Одним словом, весь курс. Впервые за годы постановок главные герои пьесы настолько молоды, только выпускники. Сыграть классику Шекспира – тот еще и экзамен на прочность в их случае и на профпригодность. Мне кажется, такое очень важное зерно именно в этой постановке. То, что его играют очень молодые, очень заряженные на достижение своих целей ребята. Овации зрителя – лучшая оценка. Дальше долгая дорога в профессию актера, главный долг которого, считают студенты, – каждой ролью делать мир чуточку лучше. Человек, который увидит ее, в нем что-то поменяется. Он станет, может быть, чуточку добрее, чуточку лучше. Вот тогда я скажу, что я не зря стал актером. Выпускники Казанского театрального играют и на столичных сценах. Москвы и Санкт-Петербурга – ярчайший пример Чулпан Хаматова. Дотянуться до звезды, а может и когда-то превзойти. У них еще все впереди. А показать себя миру они смогут уже в ближайшие дни. Сейчас выпускники готовятся к Всероссийскому театральному фестивалю «Апарт». Рамиль Шайдурин, Андрессон Тальцев, ТНВ, Казань. А в Кукмарском районе сегодня с размахом отметили «Марийский семок». Праздник всегда проходит с песнями, хороводами и горячей баней. Принято считать, что с этого дня официально начинается лето. Сегодня и погода морийцев не подвела. Как национальный праздник превратился в многокультурный? Альбина Солгараева. Песнями и, конечно, хороводами встречают начало лета. Именно в этой деревне Починок-Кучу, Кукмарского района, сегодня вновь делят со всеми радость окончания посевной. Увидимся со своими родственниками, со своими одноклассниками, однокурсницами. Мы сошли не платье в Кукмаре. Вот такие красивые сидим, ждали. Очень красиво. Очень красиво. В Татарстане сейчас проживают около 20 тысяч морийцев и на праздник приезжают из разных регионов России, чтобы пообщаться на родном языке и вспомнить общие корни. Такое праздничное настроение, очень здорово. То, что у нас в районе так дружно живут, разные национальности. Праздник очень нравится. Из других республик приехали, конечно. Это очень здорово. Мне кажется, для маленького поколения это очень хороший урок, чтобы они продолжали эту традицию. Марийский Семок, Чувашский Уяв, Русский Каравон. Все эти праздники давно стали не просто национальными, а праздниками дружбы народов. Вот и сегодня поздравить соотечественников пришли татары, русские и представители других национальностей. Сегодня, обходя палатки, мы слышали разную речь, но мы все понимали друг друга. И в этой красоте, в этом многообразии наших культур и сила нашей Российской Федерации. Семок в Татарстане уже действительно как фольклорный фестиваль. Но для марийского народа это не просто праздник. Они искренне верят, что уже завтра наступит теплое лето. А учитывая погодные условия, на это вместе с ними надеется и вся республика. Альбина Слагараева, Рина Цаффин, ТНВ, Кубмарский район. Звон колоколов, ярмарка народных промыслов и лучшие традиции Святой Руси. Сегодня в Алексеевском районе стартовал фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Он собрал лучших звонарей со всей России, а также Белоруссии и Украины. Как колокольный звон полетел по Татарстану, слышал Сергей Хайдаров. Сегодня колокольный звон звучит по всему Алексеевскому району и далеко за его пределами. Здесь собрались лучшие звонарей со всей России и сотни зрителей. Виктор Котельников на фестивале уже в пятый раз рассказывает, что впервые попробовал себя в качестве звонаря в Пасху. Даже есть такое выражение Пасха – это время рождения новых звонарей и гибели колоколов, потому что все звонят и бывает, что даже колокола трескнутся. Это тоже звон русских колоколов, только звенят они в Сирии. На местной российской военной базе тоже есть священнослужители. Хочу выразить слова благодарности руководству района, его жителям и гостям за желание и умение поддерживать и сохранять народные традиции. Бодрости и оптимизма гостям фестиваля не занимать. Колокол с древних времен предупреждал народ о важных новостях, будь то большой праздник или война. Познавательно, любознательно, ну вообще все здорово. Сердце раскрывается, ты молодеешь, ты видишь людей всех. Душа прям переворачивается. На самом деле. То слез. Если звон колокола у кого-то вызывает слезы, то народная ярмарка только улыбку и невероятный интерес. Но самый большой спрос на колокольчики. 600 рублей до 5000, 600 до 700, 2500, 5000. А прямо сейчас мы находимся в святых Алексеевского поселка. Звонится храма Воскресения Христова. И здесь есть сразу 12 колоколов, каждый из которых имеет свою тональность. Она зависит от размера и массы колокола. Уже завтра в поселке Алексеевский станет гораздо тише. Фестиваль уедет, а вместе с ним гости со всей России. Но для того, чтобы вернуться сюда через год. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Алексеевский район. Все самое яркое и интересное за эту неделю в нашей традиционной рубрике в сети. Всем привет! В субботу уже можно прийти домой, удобно развлечься у себя на диване и спокойно отдохнуть. Или же, возможно, такой вариант. Суббота! Поехали тусить! Но, друзья, мы не из таких. Нет, мы сейчас поговорим об интересных новостях, смешных видеороликах, фотографиях, которые обсуждаются на просторах интернета. Начнем! Ураган! Да-да, именно его обсуждали бурно в сети на этой неделе. Причем даже не обсуждали, а просто выкладывали кучу фотографий и видео в сеть. Друзья, я вас поздравляю! Впервые, впервые это сообщение оказалось правдивым. Наконец-то кому-то в прямом смысле этого слова просто снесло крышу, а кто-то уже со слезами на глазах смотрел в окно и звонил в страховую службу. Но это еще не все сюрпризы. В один момент был настолько сильный ветер, что он просто поднял корову в воздух. Поэтому, друзья, будьте осторожны и при себе нужно иметь обязательно. Записывайте. Зонтик, дождевик и большой тяжелый камень, чтобы вас так же не унесло. Парочка интересных кадров с прошедшей недели. Вот он, папа 21 века. Мы затрачиваем минимум энергии. А этого мужчину, похоже, постоянно забирали эвакуаторщики, поэтому сейчас он решил передвигаться на верблюде. А если вдруг кто попытается угнать, то у верблюда сработает противоугонная система. Просто плюнет и все. А эта газелька просто устала. Я усталь, отдохну и дальше поеду. Чемпионат мира уже совсем скоро. В честь этого выпустили новые 100-рублевые купюры. 20 миллионов банкнот выпущены в оборот. Так что ищем, ищем. Помните, я говорил о том, что скоро запустят беспилотный автобус на улице Севгата Хакима? Так вот, друзья, уже запустили и даже прокомментировали. Смотрим. Тестирование машины. Беспилотный машина. Ход. Медленный. Ай да, уже быстрее едет. Или что это, настраивают что ли только? Пока тестируют, а уже скоро, и мы сможем на нем покататься. Но, надеюсь, он будет двигаться не так медленно. А сейчас поговорим о человеке, кто одним из первых тестирует все новое в республике. Наша традиционная рубрика в сети с президентом. Неделя Рустама Миниханова началась с участия в заседании нового банка развития в Шанхае, где он сфоткался с мэром Ин Юном. Также президент еще раз поздравил Акбар с чемпионством. Забавное видео обсуждают в казанских пабликах и говорят, почему отпускать усы это опасно. Смотрим. Вот именно поэтому я каждую неделю бреюсь. А то вдруг еще такое же случится. Ну или просто же нужно на светофоры и по бокам смотреть. Но, я думаю, все же здесь замешаны усы. Друзья, кто любит сыр? Ты? Если да, то тебе раз в год нужно обязательно ездить в Великобританию. Там ежегодно проходит гонка за сыром. С горы скатывают большую, значит, вот такую голову сыра. И кто первый ее поймает, тот и выиграл. Но этот парень прям очень хотел выиграть. Ему прям жизненно необходим был этот сыр. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте ОГЭ по русскому языку. Пожелаем удачи девятиклассникам на следующих экзаменах. Вторую строчку занимает последний звонок. А на третьей позиции разместился в финал Лиги чемпионов Реал-Ливерпуль. Реал, кстати, и выиграл со счетом 3-1, если кто не в курсе. Поздравляем! На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои видеоролики, фотографии, различные новости. Короче говоря, будьте в сети. Пока! На этом наш субботний выпуск завершен. Впереди вас ждет прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр Марка Ниссан. Только в июне заберите свой Ниссан без дилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Хватит мечтать. В автоцентре Марка пора покупать. Только до конца июня японский датсун Ондо. Всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки 3 семерки. Только в июне в аквапарке Ривьера. Пляж с бассейнами и 5D кино в подарок. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Новый день Новые улыбки Любимая работа Но иногда Мы не замечаем, что все это немного сложнее Для людей с ограниченными возможностями В Татарстане насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста Болгарадиосы Мы первые в Татарстане Хотите узнать, что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать, почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время. РФ. Для лиц старше 16 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстании, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, переменная облачность, плюс 16, местами возможен дождь. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, облачно, местами проясница, без осадков, плюс 16. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске, временами возможен дождь и до 14 градусов выше нуля. Облачная погода с прояснениями на северо-западе республики. Тут без осадков до 17 градусов тепла. На юго-западе, в Болгарии, Буинске и Држаном временами пройдут дожди. Температура воздуха около 17 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, облачная погода с прояснениями, без осадков, плюс 16. В последующие дни станет теплее, местами также пройдут дожди. Выставки «Мир динозавров» и «Веселые мультяшки» открылись в ТРЦ «Южный» по адресу Казань, проспект Победы, 91, первый этаж. Выставки работают с 10 до 22 часов, без выходных. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. От болезней на растениях вам поможет «Ризоплан». Ростельхозцентр Казань, 277-82-29. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Ростельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. О погоде в столице. В Казани завтра без осадков. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.